добро пожаловать в это видео меня зовут александр владимиров школа logic pro help и сейчас мы с вами разберем такой популярный эффект который я называю реверс реверберации вокала вы его однозначно слышали и он используется почти во всех электронно танцевальных треках где есть вокал и давайте сейчас прослушаем пример как это звучит и вы поймете о чем речь это вот этот вот эффект который идет у нас в самом начале давайте прослушаем его в соло и теперь прослушаем еще раз вместе а теперь давайте разберем как его сделать давайте удалим и начнем все с нуля у нас есть вокал вот она акапелла мы делаем следующее во первых нам необходимо отрезать небольшой кусочек это не является обязательным условием но так будет проще я отрежу буквально вот столько нам этого хватит здесь можем отодвинуть пока что и вот этот вот небольшой кусочек я реверсирую чисто теоретически я мог бы реверсировать весь вокал но он ведь очень длинный поэтому просто файл бы получился достаточно большой но это тоже можно сделать без проблем мы делаем реверс у нас получается вот такая вот бильберда странновато звучит но тем не менее дальше что мы делаем нам необходимо на вот это вот все повесить большое количество реверберации у нас здесь уже есть реверб который мы отправили через посыл если мы сейчас выключим этот бас то мы слышим что вокал сухой нам нужна реверберация по любому на вашем вокале тоже есть ревер если вы вдруг используете например with версию акапеллы есть такие акапеллы которые уже сразу идут с реверберации то вам все равно потребуется какой-то ревер который вы будете использовать данном случае я применил такой вот хрома реверб и здесь что мне нужно сделать временно пока что временно детей я увеличу с 1 и 7 ну давайте до хотя бы там 7 секунд какое количество здесь необходимо но как правило от пяти до десяти секунд этого более чем достаточно можно больше но как правило 5-10 хватает ok нам это нужно чтобы был более длинный хвост дальше вот этот вот параметр я могу увеличить он будет порядка минус 10 я могу сделать его больше чтобы реверберации было ну так прям очень много и ощутимо к примеру вот так хотя можно сделать даже чуть меньше мне кажется это сильно громко пускай минус 5 в общем основная идея в том чтобы реверберации было много то есть было большое количество реверберации плюс она была достаточно длинная затем мы делаем следующее мы берем и вот этот вот кусочек нам не обязательно весь напомню до его переводить в аудио мы собственно баунте здесь у меня поскольку уже есть мастеринг я его выключу чтобы у меня при экспорте но собственно не обрабатывался звук потому что я потом обратно это все закину и меня тогда будет дважды происходить этот самый мастеринг я нажимаю знакомую комбинацию команд б команд б и перевожу это все дело в аудио ну сохраняем пускай как обычно на рабочий стол и дальше мы берем этот файл который у нас есть вот он у нас и закидываем его обратно друзья возможно вы еще не слышали что у нас вот же про help есть свой закрытый клуб с телеграм чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слово закрытый доступ в клуб абсолютно бесплатный проходите по ссылке в описании к этому ролику заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату к нашей коллекции плагинов сэмплов и пресетов в ту же секунду буду рад видеть вас чате где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом помогая друг другу решать те или иные вопросы а также первыми узнают о новостях и акциях школы logic pro help жду вас там прямо сейчас welcome вот ты все дальше мы возвращаем здесь все как оно и было то есть тут я ставлю минус 10 затем вот здесь вот хрома реверби я ставлю 17 как и было очень важный момент кстати сразу скажу что мы используем ту же самую реверберацию которая у нас в принципе используется на вокале то есть взять какой-то другой реверп с другим вообще там пресетом с другими настройками и попытаться сделать такой эффект через другой ревербератор я не рекомендую потому что будет здесь одна реверберация здесь другая это будет звучать совершенно неестественно поэтому здесь я так делать не рекомендую все мы вернули все обратно здесь можно сделать склейку мы переходим на эту дорожку вот у нас то что здесь было перезаписалось давайте включим мастер затем мы опять делаем реверс да мы опять делаем реверс и затем когда у нас вот этот вот эффект доходит до уже слов вот здесь мы его обрезаем вот примерно таким образом все еще дополнительно мы могли бы сделать следующее мы могли бы взять и с помощью фейдов 10 фейтул мы могли бы сделать небольшой фейд чтобы у нас в конце не щелкало в данном случае я не слышу какого-то щелчка ну а сейчас я еще и фейд сделал поэтому его тем более не будет в общем чтобы перестраховаться можно сделать легкий фейд для того чтобы все это вот было очень плавно если вы вдруг не знаете я нажимаю клавишу т английскую для того чтобы выбрать вот это вот меню здесь уже фейд тул нас затем мы подставляем это все сюда и вот если мы так послушаем но в данном случае я думаю что можно чуть-чуть сделать так вот в нахлёст опять же в референсных треках которые я анализировал много лет назад да и сейчас в общем-то наблюдаю такую картину что сейчас действительно ставят вот так вот прямо заканчивается эффект начинается вокал мне честно говоря не нравится я вообще сторонник всегда плавных переходов это касается чего угодно и поэтому мне нравится иногда чуть-чуть делать вот так вот в нахлёст то есть слышите так как бы она не так что здесь закончилась и начался вокал она более плавно идет конечно в миксе это все равно все сглаживается еще сильнее потому что здесь скорее всего будет какой-то fx тут еще другие звуки добавляются но тем не менее ну я бы сделал несколько тише чтобы fx не был сильно громким где-то минус 12 13 пожалуй будет достаточно до минус 12 оптимально все вот так вот мы получили эффект который используется очень часто и при создании треков с вокалом я практически всегда этот прием этот эффект применяю потому что он используется очень и очень часто теперь вы тоже можете им пользоваться так что жду вас в новых своих видео уроках в курсах напомню меня зовут александр владимиров школа logic pro help до новых встреч